Утром здесь была огромная пробка, а уже днем на месте столкновения двух автомобилей Рено лишь осколки стекла. За рулем легковушки была 37-летняя женщина, во второй трое милиционеров. Это уже вторая авария за эту неделю с участием служебного автомобиля правоохранителей. На этот раз ЗТП произошло на перекрестке Артема и Петровского в 7 утра. Рено с женщиной-водителем ехал по Артема вверх. Патрульная машина по Петровского со стороны Сумской в сторону Пушкинской. Столкновение произошло прямо на перекрестке. От удара легковушку отбросило на пешеходный переход. Выделим аварию. Там была машина милиции и какая-то красненькая. То есть, получается, красная машина стояла вот там, а машина милиции находилась вот здесь. Женщину из Рено с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами отправили в больницу. Однако позже отпустили, сообщают в прокуратуре. ДТП с участием правоохранителя расследуют специалисты этого ведомства. По факту ДТП уже нами, следственным отделом прокуратуры Харьковской области, внесено данные в единый реестр досудебных расследований и начато досудебное следствие. Никаких подробностей в прокуратуре больше не сообщают, ссылаясь на текущие следственные действия. Исходя из повреждений авто, у легковушки смята левая сторона, у патрульной передняя часть. Скорее всего, именно служебная машина въехала в гражданскую. Однако, какой из них горел зеленый, непонятно. Предыдущая авария с участием авто правоохранителей произошла 8 октября. Патрульная машина ГАИ врезалась в Хонду. ДТП произошло на перекрестке улиц Сумской и Белой Акации. Кто виноват, до сих пор выясняет следствие. Еще одна авария с участием служебной машины произошла сегодня днем на Сумской. На этот раз оплошал водитель аварийки горэлектротранса. 75-летний водитель Таврии говорит, ехал прямо по Сумской вверх. Припаркованная у тротуара аварийка неожиданно начала выезжать. Он стоял и начал выезжать. И не посмотрел назад. Я не пьян, я вполне прав. Вот ждем ГАИ, что они скажут. А вот водитель аварийки от камеры убегает. Рассказывать, как по его мнению произошла авария, не хочет. Я не знаю, как было. Разберутся. Сейчас померят, все сделают и разберутся. Вы не помните, как случилось? Я помню. Он говорит, он право. Я говорю, что я знаю, что он летел со скоростью больше 100 километров. Больше ничего вам не скажу. Опыт вождения больше 50 лет. Открыты все категории и ни одной аварии за всю жизнь возмущен водитель Таврии. Говорит, ехать больше 100 километров в час на Таврии с ручным управлением практически нереально. И нервничает из-за того, что гаишники забирают машину на штрафплощадку. Причины этой аварии также устанавливаются. Татьяна Датсяк, Андрей Радич, агентство телевидения новости. Тепло во всех домах. Проинспектировать старт отопительного сезона приехал лично министр ЖКХ Геннадий Темник. И областные и городские чиновники отчитались в Харькове все спокойно. К отоплению подключены абсолютно все дома, причем в рекордный срок. В Харьковской области отопительный сезон начал соорганизованно, слаженно, конструктивно, без всяких непредвиденных ситуаций. И во все 6138 домов мы включили 10 числа. В настоящее время продолжается работа по регулировке систем. Со всеми новым мнением по поводу подготовки к отопительному сезону в доме по улице Ценкопия. Местные жители, и они не одиноки в этом, не могут порадоваться не только наличию отопления, но даже горячей воды. Отопления нету, два дня не было горячей воды, понедельник и вторник совсем. Видите, из носа течет все время. Спать невозможно, холодит. Одеваюсь вот тогда и сплю одетой. И все. И все так, весь дом так вот. Пытались обогревателями, но включают все, поэтому выбивают свет. Ничем не греемся, одеваемся теплее. Четыре года подряд в этом доме холодные батареи. Четыре года жаловались, писали. Тем не менее, батареи холодные. Около дома разрытия коммунальщики подтверждают, отопления нет из-за аварии. Однако справиться с ней не могут уже не первый день. Что снова противоречит отчетам чиновников перед министром. На заседании убеждают, аварии в Харькове ликвидируются так быстро, что и других научить могут. Во всех коммунальных предприятиях подготовлена вся необходимая техника. Имеется необходимый запас ремонтной техники, материалов расходных. Есть высококвалифицированные специалисты. Мы готовы доложить, что если аварии возникнут, а они всегда есть, были и будут. Мы готовы в краткий срок локализовать любую аварию, которая есть. Министру отчет нравится. Говорит, надо не стесняться и хвалить коммунальщиков. И понимать, что моментально в больших городах отопление не включается. Есть большая инертность, особенно в больших городах, где запуск происходит от 7 до 10-12 дней. И об этом надо объективно рассказывать людям. Они должны понимать, что это не как в квартире, что зажег фитильчик и через 5 минут уже батареи теплые. Однако большее отопление министра интересовало, как много газа удалось харьковским властям сэкономить при переводе ряда котельных на палеты и уголь. Харьковчане отчитались 5-7%. Министр напомнил, Янукович требует довести эту экономию до трети потребляемого объема. И дальше разговор уходит к теме расчетов за газ. Харьковские чиновники пожаловались, если бы правительство вернуло бы им разницу в тарифах и компенсировало субсидии, у региона и долгов бы не было. Что им ответил министр, неизвестно. Дальше решено было продолжить разговор без журналистов. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Болельщики сборной Украины с самого утра пришли к гостинице, где поселилась главная футбольная дружина страны, в надежде хотя бы краем глаза увидеть своих кумиров. Валентин пришел в раритетной футболке. Это у меня футболка национальной сборной Украины, основного типа, игровая. Я ее выиграл в конкурсе, когда нужно было угадать счет матча металлист-шахтер. Я ее не решился носить каждый день, я решил надевать по резким случаям, взять авторов и оставить как сувенир. Накануне по прилету сборной Украины в Харьков и после вечерней тренировки на футболке Валентина расписалась почти половина игроков команды. На самой же тренировке, точнее тех 15 минутах, которые были открыты для прессы, футболисты сборной Украины выглядели весело. Своими среди украинской футбольной элиты уже давно стали натурализованные игроки харьковского металлиста Эдмар и Марка Девич. Кстати, у Девича за последнее время выросла густая борода. Главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко рассказал на предматчевой пресс-конференции к поединку Украина-Польша, что будет требовать от команды выполнения плана на игру, а также акцентировал внимание на одном важном аспекте. Решающей будет, наверное, психология прежде всего, потому что создалась такая ситуация, что четыре клуба претендуют на выход и шансы есть в этих четырех клубах. Фоменко, видимо, сам волновался во время пресс-конференции, поскольку, говоря о четырех клубах, имел в виду четыре сборные – Англии, Украины, Черногории и Польши, которые претендуют на выход в финальную часть чемпионата мира. У поляков в этом квартете шансы самые мизерные. Для их сохранения им необходима победа над Украиной. Я не собираюсь долго рассуждать о наших шансах. Да, их мало, но заверяю, мы приложим все усилия, чтобы эти шансы использовать. Также Фарналик на предматчевой пресс-конференции пожаловался, что его сборную будут поддерживать слишком мало болельщиков из Польши. Между тем, некоторые особо преданные фаны до Харькова сегодня добрались. Что касается шансов сборной Украины, то победа над Польшей в сегодняшнем футбольном матче практически наверняка гарантирует подопечным Михаилом Фоменко место в группе не ниже второго по итогам отбора и, соответственно, попадание напрямую в финальную часть чемпионата мира, либо выход в стыковые матчи. Виталий Лапскер, Андрей Домовой, Юрий Васильев. Агентство телевидения «Новости». Более 100 тысяч жителей эвакуированы в одном из городов китайской провинции Чжэцзян из-за Айфуна Фитоу. Разгул стихии превратил улицы города в настоящие реки. Десятки тысяч местных жителей остались без электричества, покинутся и жилища из-за невиданного наводнения, которое уже забрало жизни 12 человек. И признана самым сильным за последние 100 лет, вынуждены были более 800 тысяч человек. А вот в Украине бабье лето уходить не торопится. На выходных особых сюрпризов от природы ожидать не приходится. На ближайшие два дня осадков на территории страны синоптики не ждут. Средняя температура ночью составит 6-11 градусов тепла, днём – 14-19 со знаком «плюс». На Закарпатье и в Крыму – до 22 тепла. В Харькове на выходные также сохранится тёплая погода без осадков. Однако солнышко не порадует. В основном небо будет пасмурным. Температура в субботу 12 октября ночью составит 9 градусов тепла. В течение дня воздух прогреется до плюс 13. В воскресенье 13 октября ночная температура не изменится, а в днём будет от плюс 8 до плюс 12. Продолжение следует...